В эфире рубрика «Народ хочет знать». Мы говорим о коронавирусе. На вопросы армавирцев отвечает врач-пульмонолог высшей категории, кандидат медицинских наук, создатель общественной организации «Лёгкое дыхание» Вера Литкова. Вера Леонидовна, некоторые люди переболели коронавирус дома и не лежали, не проходили курс лечения в ковидных госпиталях. Что им нужно сделать, чтобы максимально восстановиться? Да, таких пациентов очень много. Считается, что 80% пациентов переболели, принесли коронавирусную инфекцию в лёгкой или средне-тяжёлой форме и лечились амбулаторно на дому под наблюдением врачей, ноги даже самостоятельно. И в России становится всё больше людей, которые получают статус переболевших ковид-19. На самом деле о полном выздоровлении можно говорить не во всех случаях, как у людей, переболевших в тяжёлой форме, так и в средне-тяжёлой и в лёгкой форме. И непонятно стремление людей побыстрее переболеть коронавирусом или, наоборот, заразиться коронавирусом, чтобы быстрее переболеть, чтобы получить иммунитет. Потому что, естественно, это удар по всему организму в целом. То есть поражаются, наверное, все органы и системы при тяжёлой форме. И нарушается функционирование многих органов систем при средне-тяжёлой и лёгкой форме. Ну, во-первых, это страдает система иммунитета, снижается, повышается, сопротивляясь ко многим другим инфекциям. И такие пациенты подвержены случаем инфицирования, ну, более другими тяжёлыми инфекционными заболеваниями, гриппом, там, гриппетической инфекцией и так далее. Уже сейчас специалистам становится понятно, что здоровье переболевших COVID-19 не будем прежним даже у тех пациентов, которые перенесли её в лёгкой форме. Вера Леонидовна, спасибо за очень интересную беседу. Я узнала много интересной информации. А что бы Вы могли посоветовать армавирцам в период пандемии коронавируса? Ну, прежде всего, я хочу пожелать армавирцам здоровья. Не бояться этого заболевания, но ответственно подходить к своему здоровью. Не бояться вакцинации. Опять-таки, ответственно подходить к этой вакцинации. То есть, советоваться прежде всего с врачом. Правильно подходить к обследованию. Не решать самому за врача, что Вам нужно. Не назначать самому себе препараты. То есть, во всём всё-таки положиться на врачей.